В эфире Первого городского служба новостей «Город». Я и мои коллеги расскажем вам о событиях 3 ноября, четверга. В студии Мария Лукьянова. Смотрите в ближайшие минуты. Здесь же уже оборудованы автомобили измерительной скорости. Машины ГИБДД и ДПС оснастили по последнему слову техники. Какие сверхвозможности появились у калининградских инспекторов? Добрый вечер. Бывшие наркоманы против звезд советского футбола и концерт российских звезд. В Калининграде прошла акция против наркотиков. Их носили Одри Хёбберн и Мерлин Монро. В Калининград привезли винтажные украшения из Голливуда. Теперь скрыть правду от сотрудников ГИБДД не удастся. Инспекторам стали известны все личные данные калининградских водителей. Доступ к базе с этого четверга есть в каждом служебном авто. Еще одно изменение. Теперь общаться с сотрудниками ГИБДД водители будут под прицелом видеокамер. Какие еще сверхвозможности появились у калининградских инспекторов благодаря новой технике? Подробности в первом материале нашего выпуска. Одна внутри салона снимает водителя и снимает сотрудника полиции. Также одна камера стоит, которая снимает все, что происходит перед патрульным автомобилем. Улыбнитесь, вас снимают. Пожалуй, самая актуальная шутка этого дня. Сегодня в салонах патрульных авто появилась система видеорегистраторов. Хотя снимать то, что происходит при личном общении водителя и инспектора, стали уже давно. Делайте что-нибудь. Отстраняем от управления. Так делайте. А как вы делаете? Фонарик уберите. Это не фонарик. Вы аккуратны. Мне неприятно, что мне свистит в лицо. Я вас снимаю. Эти кадры снял водитель задержанного автомобиля на свой мобильный телефон. Мужчину два часа допрашивали и убеждали, что он пьян. Ситуация произошла в апреле. Если бы сегодня, то всю эту картину в первую очередь увидели бы работники дежурной части. Дежурная часть сможет смотреть, что происходит в каждом автомобиле. Теперь такая съемка будет официальной. Камеры включаются и выключаются автоматически без участия сотрудников полиции. Здесь уверены, эти видеозаписи помогут не только при решении конфликтов, но и в борьбе с коррупцией в рядах инспекторов ГИБДД. Сами водители в действенность новой техники не верят. Сотрудники, конечно, найдут любой способ для того, чтобы просто взять деньги у людей. Если мы сами, как автолюбители, не будем разговаривать отдельно где-то на улице, а только в машине, когда ведется съемка. Я думаю, что как брали, так и будут брать. Кстати, и сами водители теперь тоже под ударом новой техники. Узнать, у кого есть долги перед законом сотрудники ДПС могут за несколько секунд. Доступ к базе данных прямо в автомобиле. Заезжая в дежурную часть, оставлять личность человека по фамилии, имя, отчество, по паспорту. Проверить номерные вещи, которые находятся у него. То есть это оружие, это сотовый телефон. Доступ у полицейских есть не только к региональной базе данных. Проверить можно приезжего из любого региона. Таких машин в распоряжении патрульно-постовой службы к концу года будет около 30. Татьяна Караханова, Наталья Сидорчук, Дмитрий Суворов. Служба новостей город. Пенсии военным увеличат, а для Калининградской Балтики найдут нового спонсора. В четверг были подведены итоги визита в Калининград Владимира Путина. Он прибыл в наш город накануне, в среду. Навестил в роддоме семимиллиардного жителя. Встретился с ветеранами и оценил проект нового стадиона. О других подробностях поездки и обещаниях первого лица прямо сейчас. В то время как на военном аэродроме в Чкаловске приземлялся самолет с премьер-министром на борту, весь город встал. Движение было затруднено на всех центральных магистралях, а общая длина пробки составила почти 30 километров. Потом министр Альбинов скажет Владимиру Путину, что ежегодно Калининград теряет из-за дорожных заторов 10 миллиардов рублей. И тут же назовет решение проблемы строительства второй стакады. Объект хороший. Вам понравилось? Да, мне нравится, конечно. Качественно, современно все сделано. Но чтобы качественный объект достроить, без помощи Москвы не обойтись. Иначе не избавить жителей от получасовых поездок из одной части города в другую. Объедино, конечно, дополнительных средств порядка 800 миллионов. Средств, к сожалению, у нас и в областном средстве недостаточно. Позже губернатор попросит премьеру ускорить строительство онкологического центра. Сдать объект должны к 2015 году. Тот обещал помочь. А еще поговорить с министром обороны по поводу спорткомплекса в Балтийске. Его хотят закрыть. А открывали в 2008 году по решению Путина. Еще одно обязательство премьер взял на встречу с ветеранами в Доме офицеров на улице Кирова. Повысить пенсии военным как минимум в полтора раза. Отмечу, что масштабное повышение военных пенсий в истории современной России в 2001 году. Поддержку гарантировал и Калининградской Балтике. Губернатор рассказал, что у нашей команды серьезные финансовые проблемы. Спонсором может стать компания «Росатом». Владимир Владимирович в этом должен тоже посодействовать. Мария Постникова, Ксения Левенец. Служба новостей. Город. Пацаны, это не для вас. В Калининграде под таким названием прошла антинаркотическая акция. Легенды советского и российского футбола сошлись в матче с бывшими наркоманами. А на сцене выступили звезды российского шоу-бизнеса. Но это еще не все сюрпризы. Отчего калининградцы впали в шок? Смотрите далее. Зал спорткомплекса «Юность» еле вмещал всех пришедших. Свободных мест не было еще до начала мероприятия. Людям приходилось искать место, даже где встать. Отряды полиции, офицеры госнаркоконтроля, режим безопасности на самом высоком уровне. Причина оказалась понятна позже. Публика не ожидала такого гостя. Как только калининградцы увидели, кто на сцене, почти вязал спорткомплекса, устремился поближе к Путину. Премьер-министр решил провести акцию против наркотиков по всей стране. Тамбов, Курск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Тверь. Мероприятия под лозунгом «Пацаны, это не для вас» длятся уже три недели. Но только в Калининград Владимир Владимирович решил приехать лично. Хотя бы один человек не сядет на иглу и откажется от приема первой дозы или таблетки, это уже наша с нами общая помощь. Если в результате этих мероприятий хотя бы один человек найдет в себе силы отказаться от приема, это уже победа. Нет наркотикам, сказали спортсмены. Именитые футболисты прошлого сошлись в поединке со сборной реабилитационного центра Орехова и регионального управления госнаркоконтроля. Два матча по 20 минут. Сергей Киряков – легенда русского футбола. Мастер международного класса, играл за «Динамо», клуб «Гамбург», практически разгромил ворота соперников. Понятно, что мастерство, как говорится, не пропадает. Конечно же, молодые ребята были быстрее, физически сильнее, но у нас техника на очень высоком уровне, и поэтому мы за счет этого, наверное, и победили. 11-5. С таким счетом закончился поединок. Играть с мастерами, бывшие наркозависимые, признаются трудно. Профессионалы, по мнению Игоря Нечетов, поддавались. Наркотики Игорь употреблял с малолетством. Только спорт, положительные эмоции и четкое понимание, что тебе это не надо, может помочь побороть проблему. Это просто надо поменять в корне свою жизнь, научиться что-то делать в жизни, трудиться, ходить на работу, семью приобрести. По-другому научиться жить, получать удовольствие просто от жизни, трезвый. Группа корни, отпетые мошенники, россияне и серьга. На сцене выступали звезды российского шоу-бизнеса. И все заодно, а точнее, против наркотиков. Нам не нужны наркотики. Они не нужны, действительно. Нам не нужны. Хорошо, отдыхаем хорошо. Вот именно. На акцию пришли сотни калининградцев. И все как один поддерживали лозунги за здоровый образ жизни. Кстати, сегодня многим из них реально помогли отказаться от вредных привычек. Татьяна Караханова, Кирилл Макаров. Служба новостей город. Смотрите во второй части нашего выпуска. Вы знаете, рост это не преимущество. Ну, есть, конечно, преимущество, но это не значит, что ты там ходишь и этот. Помимо роста у нас у всех, да, если посмотреть, мы все высокие, выше всех команд в принципе в мире, да. Рост имеет значение. В Калининград приехала самая высокая женская сборная России. Как готовятся волейболистки к отбору на Олимпиаду? Их носили Одри Хёбберн и Мерлин Монро. В Калининград привезли винтажные украшения из Голливуда. Четыре выходных вообще так радует на самом деле. Калининградцы делятся своими хорошими новостями. Эти и другие новости смотрите после короткой рекламы. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. В Пионерском заведут динозавров, а торговые киоски теперь перенесут на другие места. Эти и другие новости в нашей постоянной рубрике короткой строкой. В области появится парк развлечений «Амберленд». Пионерскому уже выделили почти 2 миллиона рублей на разработку проекта. В планах властей построить музей древних времен с фигурами динозавров, кинотеатр и ремесленные мастерские. Парк для семейного отдыха расположится на площади в 20 гектаров. Построить его должны к 2014 году. Калининградцев просят высказаться об общественном транспорте. На сайте мэрии можно оставить отзыв об услугах всех калининградских перевозчиков. Оценивают компании по трем параметрам. Безопасность, соблюдение расписания и культура обслуживания. По всем критериям пассажир может выставить оценку, удовлетворительно или неудовлетворительно. Результаты обещают учесть в дальнейшей работе с перевозчиками. Летать над Европой станет дороже. В 2012 году возрастут цен на авиабилеты. Это связано с повышением цен на авиатоплива. Вторая причина в том, что спрос сейчас превышает предложение. Места в самолетах становятся дефицитом. По словам экспертов, цена увеличится на несколько процентов. Калининградку Наталью Ищенко вновь признали от летом года. Почетный приз выдает Европейская лига водных видов спорта. Но награду спортсменка забрать не смогла. Готовится к Олимпийским играм. В прошлом году Ищенко победила в четырех видах соревнования. Такое произошло впервые в истории чемпионатов Европы. Всего на счету калининградских 16 побед на чемпионатах мира и 7 на чемпионатах Европы. Торговые палатки перенесут. Согласно новой торговой схеме, 386 ларьков поменяют свое местоположение. После переезда предприниматели обяжут облагородить территорию вокруг торгового места. Новая схема вступит в силу после рассмотрения в Думе. Перенос палаток связан с тем, что они занимают муниципальную либо неразграниченную землю. Белоруссия сохранит железнодорожный маршрут Гомель-Калининград. Продажи билетов начнутся с 5 ноября. Ранее два вагона до Гомеля входили в состав маршрута Калининград-Харьков. С 12 ноября его закроют. Беспересадочные купейные и плацкартные вагоны на Гомель начнут курсировать с 15 ноября в составе новых поездов. Курсы валют на 4 ноября. Доллар США 30 рублей 84 копейки. Евро 42 рубля 21 копейка. Литовский элит 12 рублей 20 копеек. Польский злотый 9 рублей 56 копеек. Рост имеет значение. Третий день в спорткомплексе «Янтарный» тренируется женская сборная России по волейболу. В ее составе лучшая нападающая чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр. Кстати, предстоящий турнир для команды – это шанс получить путевку на Олимпийские игры. Как готовиться к самой важной игре года и чем занимаются между тренировками? Наша съемочная группа пообщалась со звездной сборной. Ей на роду была написана «Дорога на пьедестал». Родная тетя Екатерины Гамовой – тренер по волейболу. Она первая раскрыла будущей звезде национальной сборной страны главный секрет победы. Вы знаете, рост – это не преимущество. Ну, есть, конечно, преимущество, но это не значит, что ты там ходишь и… Помимо роста у нас у всех, да, если посмотреть, мы все высокие, выше всех команд, в принципе, в мире, да. Но помимо этого есть такая особенность, как техника, да, это то, чем мы обладаем. Это намного сложнее, чем для маленьких игроков, которые играют в других командах. Со своим ростом 2 метра 2 сантиметра она попала в рейтинг самых высоких спортсменок в мире. А за высокую технику в прошлом году получила звание лучшей спортсменки России. Ее рост всего метр семьдесят, зато зовут, как известную актрису, Светлана Крючкова. В ноябре 2010-го спортсменка стала двухкратной чемпионкой мира в составе сборной. У звезд отечественного волейбола очень скромный райдер. Самое главное – это комфортная гостиница, большие кровати, потому что девушки высокие, колоритные, соответственно, хорошее питание и им всегда интернет. Питание трехразовое и днем обязательно полдник. Все калории подсчитывает лично доктор Климовский. Есть определенное время, когда мы назначаем даже пирожки, сладкое, картофель. Но чаще, несомненно, есть в этом лимит, определенный лимит, чтобы не превысить то, что требуется. За дисциплиной следит главный тренер Сергей Овчинников. Пять минут запускаем по линии и потом по диагонали. Есть режим, по которому живут спортсменки, и они ему подчиняются. Чем выше рост, тем больше внимания. Правда, признаются сами девушки, мужчина к ним подходит чаще за автографом, чем познакомиться. Ну, повышенные, но какой-то пугливые больше. Наверное, они не любят, когда девушки выше, их ростом. Больше пугаются, чем радуются. Впереди у женской сборной две игры предквалификационного турнира. На кону поездка в Лондон, на Олимпиаду 2012. 9 числа девушки сразятся с командой Словакии и 10-го Бельгии. Но не только о больших достижениях мечтают они. У многих есть желания и совсем неожиданные. Собаку хочу. Какой породы? Ну, это не важно, просто хочет собаку. А еще наши девушки очень любят шоппинг и кино. И когда выезжают на сборы, не упускают возможности прогуляться по магазинам или посмотреть новый фильм. Мария Постникова, Дмитрий Суворов, служба новостей город. Их носили Одри Хёберн и Мерлин Монро. Украшения кинодив Голливуда привезли в Калининград. Работы известных дизайнеров Америки, винтажные украшения прошлого века и бриллианты обманки. Десятки браслетов, колье и сережек в одной коллекции. О том, что винтаж снова в моде, наш следующий сюжет. Когда в кино пришел звук и цвет, стало ясно, что настоящие драгоценности не смотрятся на современном экране. Эти украшения коллекционеры специально заказывали из Америки. Это не бриллианты. Но именно такую бижутерию предпочитали носить голливудские кинодивы 30-60-х годов. Одри Хёберн, Элизабет Тейлор и другие актрисы дали начало моде на бижутерию. Мерлин Монро, к примеру, в фильмах использовала только копию бриллиантов. Изделия 20-го века отличались высочайшим качеством. Это доказывают коллекционеры из Латвии и Калининграда. Самое старое изделие на этой выставке – брошь конца 20-х годов. Это самая старая брошь на этой выставке. Брошь не принадлежит никакой фирме, она не маркирована. Скорее всего, что это брошь какой-то неизвестной фирмы, которая вполне возможно выпустила всего несколько изделий и не смогла себя зарекомендовать. Стоимость такой броши – 450 долларов. Серебристый металл и оригинальные камни. За сто лет их не меняли ни разу. На выставке более 200 предметов бижутерии. Их цена варьируется от 10 до 1000 долларов. Это китайская коллекция конца 50-х годов, азиатские войны и стойкого термопластика. Набор единственный в мире. Это брошь-трансформер. Судя по механизму и по обработке стороны, нижней стороны, я бы ее датировала концом 30-х годов. Сюда поворачивается ветвь. Крепление вот так. И точно так же брошь начинает трансформироваться в обратную сторону. Это тоже трансформер. Цветок день-ночь в 50-е годы механически закрывался. Сейчас он находится в одном положении – слишком хрупкий. Термин винтаж пришел из виноделия, потому что по-французски это и означает старое выдержанное вино. Таким образом, вещи, которые прошли испытания времени, в данном случае речь идет об украшении, о костюмной бижутерии, которую мы видим сейчас здесь, они тоже прошли испытания времени. И как старое вино приобретают все большую ценность и большее по вкусу дает тем, кто их носит. Винтаж и в наше время пользуется популярностью не только в кино. Достоинство бижутерии, недорогая цена и схожесть с оригиналом. Некоторые костюмные броши и необычные комплекты калининградки смогут приобрести в завершении работы выставки. Ольга Шмырина, Полина Степанюк, Дмитрий Суворов, Служба новостей Город. Ну и по традиции мы решили спросить у калининградцев, какие у вас хорошие новости. Зву отремонтировал, хорошая новость. Договор о участии в долевом строительстве я сегодня получила. Меня пригласили в гости, я сейчас туда направляюсь. Хоть с работы наконец вовремя ушел, а то обычно все позже, всегда по времени. Четыре выходных вообще так радует на самом деле. Золотая осень такая прекрасная, можно радоваться жизни, кайфовать и всем вам желаю то же самое. Ну и погода замечательная. Свадьба скоро у знакомых. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Если вы станете свидетелем интересных событий, позвоните к нам в студию по телефону 91-9404. С вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!